В эфире городского телеканала программа «Безопасность» совместный проект телекомпании МВД России по Ярославской области. С вами Александр Захаров. Здравствуйте! У МВД России по Ярославской области состоялись торжественные мероприятия. В этом году свой 105-летний юбилей отмечают информационные, штабные, кадровые подразделения Служба уголовного розыска в системе МВД России. В мероприятии приняли участие руководители МВД, Министерства региональной безопасности Ярославской области, ветераны и личный состав служб. С приветственной речью к собравшимся обратился начальник МВД России по Ярославской области генерал-майор полиции Алексей Школкин, который отметил значимость каждого из четырех подразделений в системе Министерства внутренних дел. Поблагодарил личный состав за добросовестный труд, самоотдачу и верность служебному долгу. Слова признательности прозвучали в адрес ветеранов службы. Алексей Васильевич поблагодарил их за поддержку молодых сотрудников, помощь в становлении профессиональных коллективов, ведь опираясь на многолетний опыт и знания своих пришественников, становится возможным достижение новых успехов. Отличившиеся сотрудники награждены ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарностями. Между тем, в этом году упростились условия приема на службу в органы внутренних дел. Они касаются граждан, как впервые поступающих на должности, так и уже отслуживших в органах. Основные требования к кандидатам остаются неизменными. Это отсутствие судимости, наличие образования, служба в армии. А вот возрастные ограничения изменились. Если ранее возраст приема составлял 35 лет на должности рядового и младшего начальствующего состава и 40 на офицерские должности, в настоящее время при присвоении специальных званий рядового и младшего начальствующего состава предельный возраст приема на службу по возрасту возможен вплоть до 50 лет. Специальных званий среднего и старшего начальствующего состава за исключением звания полковник 55 лет. Кроме того, исключен институт личного поручительства в отношении поступающих на службу граждан. Для граждан, ранее проходивших службу в органах внутренних дел или в федеральных органах исполнительной власти, на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных или воинских званий, и поступающих на службу в органах внутренних дел для выполнения специальных задач, либо задач в особых условиях, предусмотрена возможность заключения срочного контракта на срок до одного года без испытательного срока. Также предусмотрена возможность продолжения службы сотрудниками, которые в ходе выполнения задач в особых условиях получили ранения и признаны военно-врачебной комиссией негодными к службе в органах внутренних дел, награжденных в связи с таким участием государственными наградами Российской Федерации и являющихся ветеранами боевых действий. При их желании эти сотрудники могут быть назначены на индивидуально подобранные должности. Также неизменными остаются льготы для сотрудников органов внутренних дел. Молодым людям предоставляется возможность получения бесплатного среднепрофессионального и высшего образования в вузах МВД России. Для сотрудников органов внутренних дел предусмотрены социальные гарантии и государственное страхование жизни и здоровья, бесплатное медицинское обслуживание, стопроцентная оплата листа нетрудоспособности, частичная компенсация за поднаем жилья, оплачиваемый учебный отпуск и ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 дней, ранний выход на пенсию после 20 лет выслуги. С 26 октября вступает в силу новый федеральный закон о гражданстве России. Он касается некоторых оснований приобретения российского гражданства иностранцами. Данным законом исключены основания, позволяющие приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, такие как брак с гражданином Российской Федерации, если в браке нет детей, и носители русского языка. Таким образом, комиссия по признанию иностранных граждан и лиц безгражданцев носителями русского языка на территории Ярославской области упрощается. Также федеральным законом расширен перечень оснований для отклонения заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации. В их числе основания за совершение правонарушения экстремистской направленности, а также принятие в отношении иностранного гражданина решения о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации. На страже безопасности ярославцев теперь будут стоять не только полиция, но и народные дружины. Патрулировать улицы областного центра начинают добровольцы. Кто эти люди и где они будут следить за порядком, расскажем. Для начала инструктаж в Кировском РОВД. Следить за порядком на улицах Ярославля народные дружины будут вечером и ночью. При пресечении административных либо иных преступлений значит, проявляем принципиальность. Сегодня у нас пробные мероприятия. Впоследствии, я думаю, на нас будут поставлены поток. Поэтому еще раз напоминаю соблюдение коллективной и личной безопасности. В качестве опознавательного знака красная повязка на предплечье у каждого. Группу сопровождают сотрудники полиции. Первый рейд пробный. Проводили дежурство в тестовом режиме. Для наблюдения оживленные улицы, Свободы и Кирова. Основная цель это сообщение в дежурную часть о чем-то, о каком-то противоправном действии. В Ярославле на сегодня зарегистрировано 12 народных дружин. В них входит больше 200 человек. В том числе добровольцам помогает казачье общество. Сейчас мы приняли решение, что эту работу нужно проводить совместно. Взаимодополнять друг друга, усилять друг друга. Дальше мы будем проводить и обучение наших дружинников, и различным вопросам, связанным с общением, с психологией, со способами самозащиты. Работа в этом направлении стартует в каждом районе города. Уже на этой неделе народных дружинников поделят на группы. Каждый будет мониторить происшествия в своем районе. Ярославский полицейский стал победителем областного этапа всероссийского конкурса «Народный участковый». Им стал старший лейтенант полиции Евгений Русанов. Старший участковый, полномоченный из Дзержинского района. Его выбрали большинство жителей. Голосование проходило через интернет. Учитывались и результаты работы. Евгений Русанов пять лет трудится в Норском. В его видении большой частный сектор, дом культуры, два детских сада, больница, школа и фабрика. В общей сложности примерно 3000 человек. В месяц участковый рассматривает больше 60 материалов. Говорит, что иногда его даже зовут на собрании жильцов. С гражданами нужно общаться, слушать, вникать в их проблемы, в их жалобы. Должен проанализировать ситуацию и правильным словом как-то направить людей в нужное русло. Вообще, ну, слово – это главное, наверное, оружие в нашей профессии. Теперь Евгений Русанов будет представлять Ярославскую область на федеральном уровне. По итогу общероссийского голосования лучшего участкового страны торжественно наградят в Министерстве внутренних дел. На этом все. В эфире городского телеканала была программа «Безопасность». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова